Не знаю как у вас, а в моей практике снасти класса Medium используются наиболее часто и являются наиболее востребованными. На ловлю кормушками с весом до 60-70 грамм по свинцу и на дистанции до 40 метров приходится порядка 80% моих рыбалок. А потому стремление собрать топовый комплект для такой рыбалки, для таких условий ловли, с моей стороны было понятным и вполне логичным желанием. И если на речной рыбалке с ее тяжелыми весами и грубыми оснастками, изяществом и деликатностью в какой-то мере, в какой-то степени я могу пожертвовать, то настоящки категорически нет. Именно такие мысли крутились в моей голове, когда я выбирал новую катушку на 80-ку для такой изящной рыбалки. И именно это стало основной причиной приобретения вот этой вот катушки. Twin Power XD 4000 PG. Всем привет, всех рад приветствовать на моем канале. Как я уже сказал, 80-кой пользуюсь я больше, чем всеми остальными снастями фидерными вместе взятыми, а потому взять топовую катушку на топовую же палку было в принципе вполне логичным и понятным желанием. На ней стояло много катушек, начиная биомастерами, о которых я рассказывал в прошлом ролике, и заканчивая разного рода англичанами и прочими европейцами. Все они были в принципе весьма неплохими и добротными катушками, однако в дело, как всегда, мешалась гонка вооружений. И единственным вариантом, который я присматривал, видел и представлял на этой удочке на 80-ке, был именно вот этот Twin. Не буду долго рассказывать, сколько хлопот и забот доставила доставка этой катушки из Японии, но теперь все позади и она у меня в руках. На первый взгляд катушка нереально легкая, вес заявленный, составляет что-то порядка 240 грамм. Очень крутой показатель для катушек 4000 размера. Моделька позиционируется как спиннинговая, и поэтому облегчению, минимизации веса здесь уделено особое внимание. Корпус здесь двухсоставной, крышка с лапкой выполнены из специального алюминиевого магниевого сплава, ответная часть из композита CI4+, который хорошо известен по другим катушкам Шимана. Ротор также из этого алюминиевого магниевого сплава, он имеет дырявую конструкцию такую, и практически ничего не весит. Если честно, я не помню, из какой модели переставили сюда этот ротор, по-моему, с Ванквиша. Еще одна плюшка этого ротора, нереально крутое и плавное начало хода, самые первые моменты. У других катушек ты ощущаешь, как только крутишь ручку, что ты вращаешь механизм. Здесь же абсолютно ничего подобного. Тут такое чувство, как будто бы ты крутишь воздух. Нереальное ощущение, как бы ничего подобного, в принципе, до этого не испытывал. Рассчитанные эти катушки, как я уже сказал, на спиннинговую ловлю. И, наверное, когда спиннингисты, такие опытные, отпеты спиннингисты, выведут эту малышку на фидерных снастях, скорее всего, покрусят пальцем у виска. Мол, сдурел человек, нафиг надо. Именно по причине спиннингового происхождения эти катушки модельной линейки TwinPower XD в большинстве своем имеют высокую передатку, вплоть до 6,2. Но эта моделька в исполнении PG Power Gear является исключением. Здесь стоит одна из самых лучших шамановских главных пар, как в плане технических характеристик материала, так и в плане исполнения. Передаточное соотношение шестерен здесь составляет 4,4, что обеспечивает офигенную тягу. Работает вся эта прелесть с килограммом шариковых и одним роликовым подшипником. Если честно, конкретное значение количества подшипников я не помню, поэтому не буду утверждать. А также с остальными приколюхами, характерными для топовых шамановских катушек. Наподобие систем X-Ship, делающие ход равномерным. Естественно, бесконечника и прочих-прочих приколюх. По поводу хода катушки я уже сказал. А что касается укладки лески, которая в том числе достигается благодаря всех этих систем, я говорить ничего не буду. Просто посмотрите, как она укладывает плетеный тонкий шнур. Опять-таки, я не слукавлю и не обману, если скажу, что эта намотка является, в принципе, одной из лучших из того всего, что я видел, что держал в руках, а чем пользовался. Действительно ровненько, аккуратная укладка, без каких-либо провалов, бугров, прочих-прочих таких недостатков. А если что-то рыболов из этого не устраивает, то, в принципе, всегда в комплекте есть регулировочные шайбы, которые можно подстроить под себя укладку, изменить конус и прочие моменты. А еще я не могу не рассказать о такой прикольной, скажем так, системе, которая также присутствует в этой катушке, которая называется X-Protect. По-моему, так, если я ничего не путаю. Суть ее заключается в большом количестве резиночек, прокладочек и всяких разных шайбочек, которые установлены в открытых местах и которые защищают катушку от попадания вовнутрь воды. В теории, эта защита должна позволить избежать попадания вовнутрь во время купания, однако на практике это случится едва ли. Скорее всего, эта вся тема будет работать при дожде, при каких-то осадках, при небрежном эксплуатации, а также при морской рыбалке, когда брызги, когда вода соленая и прочие-прочие вещи. Впрочем, по внутрянке я тут особо разглагольствовать не буду. В сети огромное количество роликов с разборкой этой катушки, с описанием технических моментов, инженерных решений. Захотите найти, найдете. Я здесь лишь приложу взрыв в схему. Если вам это интересно, поставьте просто на паузу, изучите картинки и, в принципе, сделайте свои соответствующие выводы. Так, что еще? Конечно же, фрикцион. Фрикцион здесь передний, как мы видим. Тяговое усилие что-то порядка 8 килограмм, что традиционно для катушек 4000 размера. И отличается он офигенной широтой диапазона регулировки. Регулировка чувствительности очень четкая. Каждое положение фрикциона ощущается пальцами. И подстроить этот тормоз под поводок любой разрывной нагрузки у меня не вызывало никаких проблем. То бишь, даже если ты ловишь с поводками 008, либо 01, настроить можно так, как тебе надо под конкретную ситуацию. Спиннингисты, возможно, на это вряд ли обратят внимание. Однако федеристам это очень-очень огромный плюс. То есть настроить под любую разрывную нагрузку, под сколь-либо угодно тонкий поводок, получится вообще без проблем. Дальше шпуля. Шпуля здесь металлическая. Если я ничего не путаю, холоднокованный алюминий. Такая красивая фрезеровка по торцам. Бортик же с верхней части из хирургической нержавеющей стали. Отполирован до зеркального блеска. То есть традиционная для Шамана ERC удлиненная концепция шпулей, положительно влияющая на дальность выполняемых забросов. Скошенный бортик, снижающий трение. Все-все-все приколюхи, которые мы привыкли видеть у классных шивановских катушек, здесь реализованы в полной мере. Еще хочу очень сильно обратить внимание на клипсу. То есть такую вот клипсу, которую мы можем наблюдать здесь. Это традиционный пластиковый элемент, который сможет для некоторых выглядеть устаревшим, кто привык пользоваться круглыми клипсами. А под ним такая небольшая пластиковая же, по-моему, прокладочка, которая защищает плетеные шнуры заклипсованные от порезов, от обрезов, от прочих негативных моментов. Я не знаю, как вы, но я уже повторялся, что такая компоновка клипсы, по моему мнению, считается лучшей. То есть с ней никогда не возникает вопросов и проблем при расклипсовке, по перерезанию лески о крае шпули, где-то еще каких-то моментов негативных. Она фиксирует дистанцию по-настоящему мертвой. Не надо ничего придумывать, какие-то отдельные способы по часовой стрелке либо против часовой, как заклипсоваться. Просто один раз завел, защелкнул и все, дистанция держится отлично. Единственные вопросы и, скажем так, негативные моменты могут возникнуть в случае с работой с предельно тяжелыми весами, там, например, 100-120-140 грамм. Однако этой катушке это не грозит, потому что все-таки не про эта тема. Это инструмент для работы, скажем так, с весами до 60-70 грамм. И с этой задачей эта клипса справляется просто идеально. Шпуля в комплекте только одна, поэтому, увы и ах, если вам надо пользоваться и плетенным шнуром, и монолеской, менять по ходу рыбалки, либо же иметь какой-то запас на воде с собой дополнительный, то, увы, придется раскошелиться. А шпульки эти достаточно недешевые. Но в продаже, благо, они есть. А теперь о ложке дегтя. Не обойдется, конечно же, без недостатков. Сколь либо критичные они или нет, уже судить вам. Однако не озвучить их я не могу. Во-первых, Шимана отказалась от антирайверса. То есть антирайверс это у нас механизм обратного хода. Теперь все катушки Шимана, по-моему, года с 2017-го, крутятся только в одном направлении, вперед. То есть назад ты никаким образом не покрутишь. Клипсы этого переключателя в принципе нет. Во-вторых, эта ручка, она крутая, без вопросов. Она цельная, металлическая, такая крепко сбитая, точеная. Все как надо. Но она, увы, ах, она не складная. То есть не складная от слова совсем. Здесь нет никакого шарнира, здесь нет кнопки для складывания. Она полностью выполнена из одного элемента. То есть это крайне положительно сказывается на отсутствии люфтов, однако это сказывается негативно в плане мобильности при перевозке. То есть если вы транспортируете палки, оснащенные в кофре, вам эту ручку придется постоянно выкручить, потому что сложить ее не получится. А в разложенном состоянии, особенно если у вас не одна такая катушка, это будет мешать. То есть она будет распирать и, соответственно, увеличивать транспортные габариты. То есть велик риск чего? Велик риск где-то посеять ее, либо же оставить дома, либо же оставить на водоеме. И таким образом приехать на воду, на рыбалку вот с такой вот катушкой, без ручки. То есть это вопрос аккуратности и внимательности. Минус третий это, как уже сказал, отсутствие дополнительной шпули. Шпуля в комплекте всего одна и достаточно глубокая, поэтому намотать бэкинг и плетеный шнур на глазок не получится. Придется что-то мудрить, колхозить, какие-то дополнительные катушки использовать для того, чтобы заполнить вот так вот под край буртика. То есть это не очень просто. Степень критичности этих недостатков каждый, в принципе, определяет для себя и по-своему. Однако для меня, например, эти моменты не являются критичными. Почему? Потому что антиреверсом я не пользуюсь от слова совсем. Для того, чтобы стравливать леску, я привык воспользоваться фрикционом. А, соответственно, складная ручка это также не проблема, потому что она у меня лежит всегда в платформе. Соответственно, снял, положил в платформу, она никогда не потеряется и никогда не забудется. То есть сумки с собой я не вожу на рыбалку, у меня всегда все в платформе. Ну и в конце концов цельнометаллическая ручка гораздо круче, чем складная на кнопочке ручка у топовых дайв. Это камень во ваш огород, если хотите. Так, теперь пробежимся по опыту эксплуатации. Долго поюзать эту катушку у меня не получилось, потому что внезапно в декабре пришла зима, которую мы не рассчитывали получить. Однако пару рыбалок, наверное, штук 5 или 7, с этой катушкой я от рыбачить все-таки успел. Причем рыбалок абсолютно разных, начиная от таких легких весов, маленьких изящных кормушек и ловли плотвы на коротких расстояниях, по сути пикерной рыбалки, и заканчивая на вполне себе дальних забросов 40-45-50 метров, относительно тяжелых весов и, соответственно, ловли подлещика на большой глубине. Ролики, в принципе, с этих рыбалок есть на канале, можете посмотреть у меня в плейлистах соответствующих. А если кратко, по ходу катушки полный восторг, крутится легко, баланс хода идеальный, негатива никакого, звуков посторонних нет. То есть идеальная катушка для подобных сценариев ловли. На вываживании рыба дает шикарный бой, механическая часть чувствительности абсолютно не скрадывает. А благодаря чувствительному фрикциону можно использовать деликатные тонкие оснастки, не боясь обрыва с хода рыбы. То есть даже при ловле относительно крупных экземпляров, то есть лещи это килограмма, кропят, всего прочего. И в отличие от моих биомастеров, при закрытии дужки леска попадает ровненько на ролик лесоукладывателя. Ничего поправлять и справлять не надо, это также офигенный плюс. Основные рабочие веса у данной катушки я бы, наверное, назвал как 50-60-70 грамм. Это те веса кормушек по свинцу, с которыми катушка действительно легко работает, крутится и не ощущается какого-то перенагруза, перегруза и тяжести в плане работы механизма во время выматывания. Покидал я и более тяжелые веса. До 70-80 грамм здесь как бы абсолютно никакого дискомфорта катушка не испытывает. Более 80 грамм уже как бы что-то чувствуется, что что-то на снасти есть, как бы есть нагрузка на механизм. И, наверное, я бы не рекомендовал работать с этой катушкой весами более 70-80 грамм, потому что, в принципе, одно дело одну рыбалку отловить какую-то там, выкачивая, помогая фидером, и совсем другое, юзать ее для таких весов на постоянку. То есть я не думаю, что для здорового механизма это, скажем так, будет полезно, работать с такими весами. Однако тут тоже как посмотреть. Катушка спиннинговая, и, соответственно, в сети спиннинговой информации касаемо такой рыбалки, касаемо тяжелого джига, по этой катушке можно найти гораздо больше, чем информации фидерной. И здесь основной прикол заключается не в весах, а в интенсивности использования. Заодно такую хорошую спиннинговую рыбалку джиговик делает с такими тяжелыми весами количество забросов, количество оборотов вымотки рукоятью столько, сколько фидерист может и не сделать из-за 10 рыбалок, потому что механизм всегда находится в динамике, постоянно выполняется проводка разной степени интенсивности, и, соответственно, механизм подвергается какому-то износу. Вот, поэтому в плане применительных фидерной эксплуатации, я думаю, что вопросов не возникнет от слова совсем. Итак, вердикт. Топчик. Что я могу сказать еще? Шимана есть шимана. Однозначно одна из лучших фидерных катушек, которая обладает огромным количеством преимуществ, а минусы, которые есть, они несущественны, по крайней мере для меня. Наверняка катушка понравится тем, кто гоняется по-настоящему за топовыми снастями, и ищет самое лучшее, ищет лучшие снасти, лучшие катушки, и желает в свое распоряжение их получить. Однако есть и парочка ограничений. Есть категория рыболов, которым я, наверное, не рекомендовал бы использовать данные катушки. Во-первых, это рыболову спортсменам. Если не не рекомендовать, то, наверное, с опаской все-таки рекомендовать к использованию в режиме рыболовного спорта. Постоянные запредельные нагрузки, нередко небрежное обращение со снастями, прочие такие моменты. Бросил, кину, все вот эти вещи, дождь, попадание в воду, а ловить надо. То есть такая небрежная эксплуатация довольно не будет, скажем так, прибавляя здоровью механизму этих катушек. Катушки дорогие, в принципе, просто ушатывать их. Банально жалко. Во-вторых, я не рекомендую эту катушку тем, кто любит скоростные машинки. Соответственно, с учетом передатки 4.4, небольшой относительно шпули, вымотка здесь заявлена, что-то порядка, наверное, 75 или 77 сантиметров. То есть по спортивным меркам это вообще ни о чем. И если вы любитель таких скоростных катушек, которые мотают там в районе метра за оборот, да, и для вас этот параметр, критерий является критичным, основным, то именно конкретно вот эта катушка в исполнении PG с Power Gear главной парой 4.4 передатка, наверное, все-таки не есть лучший вариант к покупке. Если вы хотите твин экзишную, да, но более скоростной, то посмотрите на катушке в исполнении HG, по-моему, так она называется. Там передатки 5.8 и 6.1 есть, то есть 2 модели, по-моему. И, соответственно, скорость вымотки там по порядку, наверное, в районе метра. Конечно же, тяговыми характеристиками там пожертвовать придется, она тянуть будет похуже. Однако метровая скорость вымотки, как бы для фидеристов, для весов, опять-таки, 40-50 грамм, я думаю, что будет, в принципе, вполне себе разумным решением. Каким-то таким получился этот обзор. Понятное дело, что интересен он будет далеко не всем, хотя бы по причине дороговизны этой катушки. То есть катушка, на самом деле, одна из наиболее дорогих у Shimano, поэтому доступна далеко не каждому. Однако, если у вас бюджет не хромает на обе ноги, и вы ищете топовую модель, именно применительно под фидерную рыбалку, советую присмотреться к этому твину. И если вы взвесите все за и против, и все-таки решите взять эту катушку, я уверен, что она вас не разочарует. Отличное решение для фидерной рыбалки. Всем спасибо за просмотр. Традиционно, гоу в комменты, пообсуждаем, подискутируем, что вы думаете насчет таких катушек, стоит ли их, в принципе, применять на фидерных снастях, имеют ли они право на жизнь на фидерных снастях. В общем, поспорим, пообсуждаем, поспорим, подискутируем. Всем спасибо за просмотр. Увидимся на водоемах и увидимся на ютубе. Не хвастаньши, мужики. Редактор субтитров. Субтитров. Поехали. Поехали.